У меня в этот день день рождения, соответственно, 50 лет. Но я отношусь к этому сразу, друзья. Скажу всем спасибо за поздравления. У меня целый день сегодня очень приятно, что все-таки работу, которую мы делаем, значимая, что люди смотрят. Большое количество поздравлений. Кому могу, отвечаю, кому нет, там завтра, послезавтра. Разгребусь. Вот, поэтому, друзья, и в этом плане сразу тут мне пишут, что там зачем вебинар могли бы отменить. Во-первых, друзья, здесь нет никакого ни фанатизма трудового, ни... Да, дата значимая, дата такая хорошая, но рабочая неделя. У меня жена на работе, соответственно, она приходит очень поздно, в 9 часов. Дети сейчас делают уроки потом в школу. Поэтому устраивать какие-то мероприятия. Вот мы днем с детьми забрали со школы, с женой там поехали, сидели. Очень уютная у нас здесь кафешка за городом, там в лесу. Ну, посидели, пообедали с семьями таким кругом. Все, жена поехала на работу, дети учатся. Я вот... Я проехал... Поэтому ничего здесь такого нет. Рабочий процесс. А выходные эти, воскресенье, 23 февраля, опять же, хороший повод для тех, кто служил в армии, для тех, кто имеет отношение к становлению как мужчины и как воин, повод хороший. Поэтому 23 февраля я с такими близкими друзьями, близкими, эти соберемся здесь дома, у меня это все как раз разом и отметят. А я как раз почему этот вебинар и говорил вам, что, друзья, это будет немножко другого формата вебинар, как мы делаем наши встречи, потому что 50 лет – это все-таки повод для того, чтобы и проанализировать, взглянуть в буду в прошлое. И в этом плане сегодня, так как мы стоим на старте проекта, и мы запускаем новый проект, ну, скажем так, и сейчас, подводя игры и анализируя, я понимаю, что я к этому проекту шел всю жизнь, все свои 50 лет. И я сейчас буду вместе с вами определенные вещи анализировать, показывать, и все, что вышло, и к чему мы сейчас подошли, друзья, это абсолютно закономерное, абсолютно логическое развитие к тому, что мы сейчас, к чему подошли, и что мы сейчас запускаем. И для меня очень важно сейчас анализ того, что сделано, анализ моего, скажем так, пути, который сегодня именно стоит на сегодняшнем старте, понимать, что это и залог вперед, и то, что мы делаем правильную работу. И в этом плане, друзья, как раз я некоторые вещи, ну, кто меня хорошо знает, и для них это будет информация не совсем новая, вот, но все-таки еще, чтобы из моих уст очень многие анализы прозвучал, все события, которые произошли за это время. Поэтому, друзья, я в таком плане, это, причем вы же понимаете, что на вебинар там у нас сколько сейчас человек, кто это там, вот, 28 человек, это же люди, которым это интересно, которому там, я даже не сомневаюсь, там Андрей Сангарска, ну, просто человек, который с первых дней на вебинаре подслеживает, переписывает, видно, что болеет за то дело, что мы делаем. Поэтому там Татьяна Терехова, там у них там уже там опять, как всегда, два часа ночи, соответственно, участие в такого рода вебинарах, значит, это надо, значит, это полезно, значит, это интересно. Поэтому, друзья, мы делаем вместе общую работу, и как раз весь опыт, когда-нибудь сейчас извините меня, очевидно, не совсем. Сергей Анатольевич, пока вы подостраиваете очки, я бы хотел на секунду передать слово Арине Ким, нашему одному из лидеров. Добрый вечер, друзья, добрый вечер, Сергей Анатольевич. Прекрасный год вас 50. Мы поздравляем с юбилеем веселья, радости, любви, успехов и удачи в жизни, чтобы теперь достичь смогли все, что пока вы не успели, все планы, цели и мечты, чтобы притворили вы в юнете. Судьба пусть помощь вам окажет, а рядом будут только те, кто сердцу вашему так важен. Спасибо, Арина. Ой, спасибо. Мне особенно от вас это очень слышно. И когда приятно... А сейчас Александра подключится. Александра Иванова. Сергей Анатольевич, добрый вечер. Поздравляем вас, Екатеринбуржа, с юбилеем. И прожили бы полвека, и не дожили до седины, до ста лет развивайтесь. До ста лет вы доживайте, и юнит наш развивайте. Спасибо. Давай плясать ты выходи, на кибердоге удиви, покажи нам мастер-класс, как ты двигаешься у нас. Тебе сегодня 50, время не вернешь назад, но не нужно горевать, юнет нам нужно развивать. Все, спасибо, Арина, спасибо. Давайте, очень приятно, конечно, очень, ну, такая для меня значимая. Видишь, и как раз здесь, друзья, я почему именно эту дату и эту тему. Так, еще, кстати, Валера и Юрий, следите за временем, я тоже перед собой смотрю. Вы понимаете, что сегодня в ходе нашего вебинара, уже перед его окончанием, у нас дата будет 20.02.2020, и еще будет 20 часов 0.02 минуты. Я думаю, что это время нам использовать надо просто для совместной, скажем так, не то, что загадать желание, а то, что мы все вместе поставим цели и задачи до следующей даты, которая будет. Поэтому это просто такой хороший повод для того, чтобы очень хорошо продумать и проанализировать то, что есть. Ну, вот, друзья, я как раз сейчас, ну, это для меня неожиданно несколько, то, что Юрий со встречал, Арину и Александру. Мне очень приятно, что они были на нашей конференции. Это вот как раз люди, которые вот первые юнайтеры, которые вошли в первых рядах и которые нас поддерживают, делают и понимают суть проекта, который у нас. А сейчас, друзья, я просто хотел рассказать как бы логику, ну, так как есть хороший повод, кто-то знает мои. И сейчас очень же в век нашей информационной открытости каждое слово, которое делает человек, набирается просто и гиппедия, информация, все, она тут же, не то, что проверяется, она сопоставляется. Поэтому сегодня говорить какие-то вещи, которые абсурдны, или выдавать желаемое за действительность, нет смысла никакого. Потому что это сразу выглядит и абсурдно, и, я бы сказал, неэтично. Поэтому те вещи, которые вы, меня тут спрашивают, что, как бы говорят, что мы хотим, чтобы вы говорили только правду на вебинарах. Ну, я имею в виду, наверное, намекая на то, что были определенные обещания в предыдущем проекте, которые делались. Вот. Но опять же, друзья, с точки зрения анализа, у меня весь вопрос, и все, что сегодня делается, оно делается абсолютно объективно и абсолютно правильно. Поэтому я, друзья, так как я сказал, что сегодня там у нас небольшое количество людей, которые смотрят в Zoom, в ВКонтакте, в Фейсбуке, обычно там побольше, ну, в общем-то, тот круг, который интересуется том, что мы делаем, интересуется то, что я делаю. Соответственно, будем считать, что это сегодня встреча друзей, там, уж у артистов это называется там юбилейный концерт или юбилейный бенефис. А так как мы занимаемся научным проектом, то у нас это, скажем, такая научная встреча с людьми, которые занимаются прикладной футурологией и инновационным инвестированием, то есть именно построением нового бизнеса на том, что начинает развиваться, чего сегодня нет, а завтра будет, либо новые технологии, которые будут приносить прибыль вот в ближайшее время, то есть это развитие стартапов. И в этом плане, друзья, я бы хотел начать с того, что проанализировать вообще то, как я шел и почему сегодня я утверждаю, что то, что мы делаем, это закономерно и это очень правильное развитие. Я бы начал знать даже не с института, по которому я говорил, а еще даже на шаг вперед, но я очень быстренько побегусь, друзья, что я всегда, я родился в семье летчиков, спортсменов, у меня отец планирист такого, выступал на российских соревнованиях, был призером, выступал на международных соревнованиях, мама у меня и парашютистка, и планиристка, то есть тоже. И я с детства рос на аэродроме прямо до 7 лет, то есть для меня шум работающего двигателя на форсаже, ну, винтового самолета, а я спал в коляске, то есть как бы для меня это абсолютно нормально, я вырос на аэродроме, поэтому для меня шум работающего двигателя, самолета, это всегда, знаете, воспоминания детства, я всегда бегал с этими летчиками, катали меня постоянно там, не знаю, с одного года в самолетах, в планерах там, поэтому для меня это вложили. Естественно, что я хотел стать летчиком, служить, то есть я готовился, я занимался в аэроклубе, готовился к прыжкам с парашютом, но по сечению обстоятельств наш парашют, самолетный клуб закрыли в Новокузнецке как раз перед нашими вылетами самостоятельными, и я при попытке поступления в военное училище, я бы хотел поступать в Барнаульское военное училище летчиков, я не прошел комиссию по здоровью там по разным причинам, вот, и, соответственно, уже когда надо было определять выбор, у меня это было одно, только авиация, вот, и я поступал в МАИ, это 80, по-моему, сейчас как 87 год, вот, прошел по конкурсу, но в тот момент мне не досталось места в общежитии, вот, а я был приезжий возможности снимать, и тут меня переагитировали поступать в Киевский институт инженеров гражданской авиации на специальность, третья специальность, это электрооборудование самолета, и я поступил на эту специальность, закончил с отличием первый курс, и в этом плане я много раз приводил пример, вот это как раз начинается уже в ход футурологии, то есть именно та цепь совпадений, которая начинает вкладываться уже в очень интересную систему. Первая курсовая работа, которую я получил в институте, это транспорт будущего, прям, и надо было всем описать, значит, естественно, что я на тот момент был круглым отличником, вот, соответственно, я очень серьезно подошел к этой работе, я пошел в библиотеку, выписал российские статьи, которые были во всех журналах, заграничные статьи, заказал в институте иностранных, это пединституте, где иностранный перевод там у знакомых, ребята у меня перевели все эти статьи, я выписал и сделал такую очень серьезную работу на тот момент, который анализировал все виды транспорта, которые есть, все перспективы, которые возможны и, соответственно, элементы, которые есть. И вывод этой работы был следующий, что транспорт должен быть, первое, там, скоростным, безопасным, экологичным, все сегодняшние системы не соответствуют этим требованиям, а только обладают часть, и транспорт будущего, он только создается, а в направлениях, ну, это либо Моглев, там, либо тогда и кронолеты, серьезно, это 87-й год. И, соответственно, эта работа, она у меня лежит, вот, это вот был мой первый, когда была первая попытка заглянуть в будущее. Потом я отслужил в армии, ушел, это как раз год, когда студентов стали призывать в армию, вот, служил я в уроке специального назначения в Южном военном округе, как сейчас принято говорить, вот, поэтому и по возвращению из армии, я уже не поехал в институт, обратно в Киев, а вернулся к себе в Кемеровскую область, где у меня мама живет в деревне Куздеево, и пошел работать сельским учителем, я три года отработал учителем в школе, при этом я перевелся и параллельно заканчивал уже пединститут, заочный пединститут по специальности математика, информатика, физика. И я три года преподавал зимой в школе, ну, как весна, зима, осень, а летом работал в тайге на пасеке, и, соответственно, поэтому я очень хорошо, то есть у меня была огромнейшая пасека, больше 240 улев, и мы там с пасечником, с моим младшим братом, в общем-то, жили прямо в тайге, это очень далеко, в тайгу-то надо было только шесть часов идти туда, пешком от ближайшего автобуса, который, соответственно, вот таким образом я учился в институте, и работал в школе, работал на пасеке. А, соответственно, часть работы, понимаете, что такое сельская школа, я по своей специальности преподавал математику во всех классах, физику во всех классах, потом химию во всех классах, там астрономия, где появилась, ну, а потом это сельская школа, у нас коллектив было 12 человек, поэтому, когда кто-то болел, я, соответственно, преподавал и физику, и физкультуру, и труды, и литературу, и историю, ну, единственное, что, наверное, вот иностранные языки у меня с ними всегда было плохо, включая русский, вот, соответственно, вот это я как-то старался, что-то меня все-таки не ставили, все остальные, вот, закончив институт, это уже 91-й год, тогда и Советский Союз уже отъехал, вот, то есть я пошел сначала поработал в бизнесе, сначала у своего, очень, такого наставника, который был крупнейшим бизнесменом у нас в Кемеровской области, вот, он возглавлял Кузбассуцбанк в свое время и местную промышленность, то есть я до сих пор с ним дружу, в возрасте человек, соответственно, очень быстро тогда я вошел в бизнес и, ну, скажем так, как тогда говорят, как молодой специалист заработал определенных денег, вот, но это все-то было не мое и мне прям стоило и в 93-м конце, вот, я принял решение, что надо ехать дальше учиться, вот, и в августе 94-го года я приехал в Москву, вот, приехал я тогда уже таким молодым человеком, который поработал довольно-таки с деньгами, с сотовым телефоном, с этим, с ноутбуком, тогда это все уже началось, вот, хотя было очень и очень дорого и очень интересно, но, как вы понимаете, это тогда все ходили с сотовыми телефонами вот так, потому что сначала видели телефон, а потом уже кто идет, соответственно, это были признаки, так сказать, ну и, соответственно, убук под подмышкой, это тоже тогда выглядело очень и очень убедительно, вот, но с учебы я поступил сначала в институт управления на магистратуру второго высшего образования, быстро мне стало неинтересно, потому что и я тут же, это был сентябрь 1994 года, я поступил уже в очную аспирантуру института экономики, Российской Академии Наук на уже аспирантуру для подготовки кандидатской диссертации, вот, и я себе поставил цель, что надо быстро сейчас набрать материалы и параллельно сложилась ситуация так, что я буквально вот с сентября, с конца сентября 1994 года пришел работать в Министерство экономики, это тоже, друзья, стечение обстоятельств, просто один мой земляк, знакомый моих родителей, как раз вот на волне вот этих реформ всех начала 90-х, вот 92-го, 93-го попал в Министерство в аппарат Чубайса и возглавил крупный департамент угольной промышленности в Министерстве экономики, и он просто меня взял туда на самую низкую должность, вот, соответственно, это был ведущий специалист, я начал входить в экономику, но, как говорится, быстро оброс связями, знакомствами, контакты, очень быстро как бы начал входить в работу, и даже у меня был такой нюанс, я буквально в 95-м году уже, в 95-м где-то осенью, то есть через год работал в угольном департаменте, там уже у нас все шло, развивалось активно, то есть я вошел в такую работу, там было интереснейшее, я ездил по всем регионам, у нас вице-премьером, курирующий наш был тогда сначала Чубайс, потом он ушел в администрацию, потом Шохин, потом Каданников, как кто-то помнит, там, АвтоВАЗ возглавлял, ну, в общем, интереснейшее, я как, для меня, как молодого человека, это всегда было интересно, постоянные командировки, встречи, губернаторы, министры, а я, как это самое, всегда взлетал в эти правительственные, это я всегда был с ними, и в 95-м году я попал в первую для себя такую политическую, экономическую интригу, когда готовились выборы Ельцина, тогда 90-го, готовились к 2006-му году, и была схватка между этими молодыми реформаторами, к которым ходил Чубайс, и та команда, к которой принадлежали мое начальство, и, соответственно, схватка со старыми такими административными, ну, так помню, это министр Ксюненко тогда, министр, сам потом там, руководитель охраны президента, сейчас вылетел уже с головы, ну, в общем, там между ними была схватка, а я как раз ездил к регионам, представлял, и на меня написали докладную, как один из малышев, когда возглавлял Росуголь, на меня докладную на имя Ельцина о том, что вот там ездят молодые, ну, там едут в Баря, молодые, там что-то делают, и прямо на ней резолюцию, у меня это хранится бумага, на ней рукой Ельцина написано, что уволить и наказать. Вот, я прихожу на работу, знаете, ничего не знает, он в Министерстве экономики, мне 25 лет, я еще молодой парень, парень, вот, а тут мне объявляют, что министром, а тогда был у нас министром, еще не Шапавалянс, а этот, да, Шапавалянс уже был тогда министром, соответственно, министром экономики, что я уволен, потому что есть распоряжение президента, куда против него. И я вот такой ошарашенный стою, думаю, что делать, вот, в Москве только, вроде, аспирантура, вот, только работаю, вроде, только указом Ельцина уволен, ну, думаю, это все, жизнь закончилась, иду по Арбату, вот, скажите, у меня догоняет один мой приятель, с кем мы столкнулись по Министерству экономики, он говорит, слушай, я говорю, вот, уволили распоряжение, там, Ельцина, как-то, не знаю, что делать. Он говорит, да пойдем к моему начальнику в Министерстве экономики, к другому. Он говорит, таких, как ты, молодых, любят. Я захожу, и встретился, это, Аркадий Федорович Самохвалов, он потом был замминистра, ну, а тогда еще начальник департамента, вот, и он говорит, что вы, я говорю, да флот уволили, он говорит, а что такое, ну, вот, я ездил в командировку, представлял интересы, вот, молодой, это, там, как бы, на меня написали докладную, потому что политическая, как бы, игра идет, там, как бы, представитель Ельцина на выборах, ну, и тот, вот, демонстративно, как бы, он говорит, да ладно, не обращай внимания. Говорит, ко мне в департамент пойдешь работать? Я говорю, а можно после? Говорит, да я сейчас пойду, там, ты можешь повалять на своего родственника, я сейчас пойду договорюсь, говорит, тебя возьму обратно в другой департамент, никто и не заметит. И меня на следующий день с повышением должности, я уже стал главным специалистом, взяли в департамент экономические реформы, соответственно, Самохвалов, и я продолжил дальше работу, опять же, все интересно, опять, вот, это реформа, круг общения, вот, я уже подготовил, когда к защите диссертацию, она у меня называлась управление социальными экономическими системами, и защищал я ее уже в, не в институте экономики, а в институте системного анализа, потому что она больше подходила, это по специальности 05-13-10, вот. И, соответственно, у меня тоже интересно, когда задают вопросы, как, кого ты знаешь, как вообще, то есть, это вот все начиналось с тех, да, и в соседнем кабинете у нас был департамент Копейкина, департамент реформы экономической, и его один из заместителей, такая очень молодая девушка, очень симпатичная, очень умная, мы с ней там подружились и сидели вот прямо, ну, одно время даже в одном кабинете. Это Ирина Сахипзадовна-Нобиулина, которая сейчас, которая потом стала министром экономики и сейчас возглавляет Центробанк, вот, поэтому у меня всегда с ней были такие очень теплые, хорошие отношения, и она одно даже время хотела уйти из Министерства экономики, у меня был конфликт, и я там этот конфликт пытался сгладить и уговаривал ее, чтобы она не уходила. Я говорю, ну, куда ты там, зачем тебе карьера таким образом? Ну, это, друзья, просто как комментарий, это просто показывающая, ну, иллюстрирующая работу. Потом я перешел сначала советником, а потом уже руководителем департамента сам. Значит, в 97-м году я защитил в феврале как раз кандидатскую диссертацию, сразу же поступил в очную докторантуру, опять, друзья, это все и в моей трудовой книжке, и до 99-го я учился в очной докторантуре, вот, но параллельно тогда это можно было либо учиться в Академии Госслужбы, там, ну, были, чтобы определенные ранги получать, надо либо Аспирантура и докторантура, она приравнивалась к Академии Госслужбы, если потом защищались диссертации, вот, я защитил кандидатскую, это мне позволило ранг занимать должности до замминистра, вот, и, соответственно, уже когда закончил докторантуру, я подготовил к защите уже докторскую диссертацию, это в 99-м году, а там, сразу могу сказать, у меня была несколько амбициозная такая цель, потому что до меня самым молодым доктором экономических наук, сначала Советского Союза, а потом России, был Сергей Юрьевич Глазев, он 29 лет защитил докторскую диссертацию в Советском Союзе, и когда Союз развалился, он в правительстве Гайдара был министром внешнеэкономических связей, а потом уже оппозиционером стал, вот, соответственно, ну, и денег он, кстати, и там заработал, своих первых, которые, деля все долги Советского Союза, вот, поэтому, а мы с ним как оппоненты именно научные много потом пересекались, сталкивались, об этом я тоже два слова скажу, и как раз, но диссертацию уже в 99-м году, когда я ее подготовил, я защищать уже не стал, вот, сейчас объясню, почему. По таким моим карьерным вещам, с 98-го года я возглавлял департамент уже, сначала департамент региональных программ, это Министерство регионального развития, а потом, когда его преобразовали Министерство Федерации, по делам Федерации, я стал возглавлять департамент, называется, региональных финансов и программ. Соответственно, это утверждение и верстка всех региональных бюджетов, всех регионов, и я очень много ездил тогда по регионам, по региональным финансовым службам, контролировал отчет, то есть через меня шла информация в Минфин, и я тогда познакомился со всей питерской командой, то есть там тогда и Дмитрий Медведев, и Игорь Иванович Сечин, когда, который там возглавлял управлять аппарат, ну, еще очень много-много-много людей там все, начиная от Алексея Кудрина и кончая, там, не знаю, всем Германом Грефом. Я их знаю все еще по питерской администрации, и потом, когда они все уже по стечению обстоятельств все перекочевали в Москву, то есть у меня там тоже были определенные с ними и контакты, и отношения. Это вот то, что из моей прошлой чиновничной жизни. Потом параллельно я познакомился с Александром Ивановичем Лебедем, он тогда стал губернатором Красноярского края, и как раз я с командой единомышленников, экономистов, мы писали ему всю экономическую платформу, мы писали спрос, и потом он меня там одно время даже приглашал в администрацию, вот. Но параллельно мы еще работали с администрацией, с командой Аман Гумиловича, Аман Гильды Малдегазевича Тулеева, вот. Аман Тулеев, он из Кузбасса тогда приехал в, соответственно, в Москву, был министром по, сейчас скажу, министром по делам СНГ, вот. И я отчислился у него внештатным советником, потому что я занимал должность в любом министерстве, ну, а всегда помогал, когда он пошел на выборы в губернаторы. Соответственно, мы с ребятами писали, опять же, ему всю экономическую платформу, то есть, и потом я даже одно время, очень непродолжительное, занимал должность вице-губернатора по экономике, а мой товарищ по финансам. Но потом обстоятельства очень быстро развернулись так, и нам предложили просто замену этих должностей, должности в Москве, вот. И, соответственно, мы уехали обратно в Москву, вот. Поэтому это такой небольшой период, но мои отношения с Тулеевым всегда были очень вовремя, мы с ним очень много встречались много раз, и это, ну, скажем, такие деловые, рабочие, хорошие отношения. Вот. Соответственно, до 99-го года у меня были вот такие карьерно-ориентированные, то есть у меня была задача защитить докторскую диссертацию, потом я хотел занять должность замминистра в одном из министерств, то есть, ну, так это на тот момент мои карьерные такие молодые устремления. И тут я даже могу, и в этот момент, друзья, произошел определенный момент, это конец 99-го года, тогда ряд олигархов, а я тоже был близок к одной промышленной группе, то есть олигархов, тогда все чиновники, они относились к какой-то категории, были Прохоровские, были Ходорковские, были там, ну, вот, мы к Межпромбанку относились, это когда мы говорили, Пугачевско-Беремеевские, вот. И, соответственно, все эти группировки внутри всех министерств, внутри всех министерств, они между собой там как раз, ну, защищали, лоббировали определенные интересы. Вот я относился к группировке как раз, как называется, Пугачевско-Беремеевской, вот. Они уже не существуют как группировки, как олигархи, они уже все, это все в прошлом, вот, но, соответственно, в этот момент была, ну, поставлена задача, создали фонд, он тогда назывался фонд президентских программ. Это скинулись все олигархи деньгами, и была задача найти прорывные технологии, как тот алмаз в фильме, для того, чтобы сделать прорыв, сделать экономический рост. И мне, как молодому самому шустрому и, соответственно, интересующимися инновациями, которые, говорит, вот мне поручили формировать такой фонд и начать переговоры с научным миром, с учеными, то есть пошел вслух, пошла информация о том, что там сидит какой-то молодой, у него есть деньги от олигархов, и он там всех ученых собирает для того, чтобы финансировать от их разработки. И у меня там пошли, наверное, сотни, тысячи изобретателей, команд и так далее, то есть у меня там, если я там пять дней работал в министерстве регионального развития, ну, министерстве федерации по должности, то я всегда вечером уже оставлял на работу по инновациям. Вот эту субботу-воскресенье у меня это возносило. И вот 16 апреля 2000 года ко мне в кабинет пришел Анатолий Дарович Юницкий вместе с руководителем фонда Константина Бойбакова. Тогда он в свое время возглавлял Госплан. А такая-то легенда вообще, планирование легенда экономики, советской экономики. То есть вообще сам все легендарный человек. Вот, соответственно, вот от него с просьбой принять и послушать. И 16 апреля, причем эту дату очень хорошо запомнил, потому что это день рождения Юницкого. Он когда пришел, сказал, что у меня сегодня день рождения. И через 40 минут стало понятно, он мне разложил логику. И у меня вот то, что началось с курсовой работы в институте, вложилось о том, как будет транспорт в будущем, как будет развиваться эта концепция. И, соответственно, через 40 минут я стал его, скажем так, поклонником, партнером. И стал продвигать, а так как у меня возможности был. Мы с ним прошли по всему кругу олигархов, по всему кругу министерств. Там я его заводил везде, где только можно. Где-то была поддержка, где-то непонимание. Но буквально через пару месяцев, даже меньше, наверное, полтора месяца, я познакомил его с одним своим очень близким товарищем. Он на то время был очень серьезным бизнесменом, олигархом. Он в «Газпроме» имел хорошие позиции и в ядерной отрасли. Это Дмитрий Владимирович Терехин. И, соответственно, он тоже загорелся, поверил эту идею. И в 2000 году, буквально в некоторое время, он вложил более полутора миллионов долларов. Это 20 лет назад. И с этого как раз проект, который называется «Скайвей», потом стал «Скайвейм», а это струнные технологии, он начал двигаться, стал строиться полигон. Потом я привел еще туда Александра Ивановича Лебедя. Он тоже включился и начал финансировать из своего фонда губернаторского проекта. И проект стал развиваться. То есть он именно из теоретического концепта стал обретать уже такие осязаемые формы. То есть появились модели, продувки. Потом стал строиться полигон. Потом появились первые образцы техники, этот ЗИЛ-131, который... Этот процесс очень серьезно и серьезно пошел. Вот. И, кстати, ну, чтобы было понятно, что вот от Александра Ивановича Лебедя приезжал тогда финансист, который организовал это финансирование. Молодой парень, Андрей Иванов, Андрей Владимирович. Он сейчас, он занимает в правительстве и Медведева, и в правительстве сейчас, и Мишустина Миша. Он, соответственно, занимает должность первого замминистра финансов. То есть это вот те люди, которые тогда начинали финансировать от Лебедя Юницкого. И в этот момент я уже погружаюсь в технологии и загоревшись вот этой идеей струнного транспорта, то есть понимая, что это техническая модернизация, что для России это технологический прорыв. Соответственно, я начал активно этими технологиями их везде продвигать. И был даже такой случай, мы как раз 2001-й, там, начало 2002-го года, когда политическая система начала формировать уже партию власти как Единая Россия. Сначала Единство, это был Лужков, Шайбу, а потом они стали делать Единую Россию. И нас, как молодых чиновников, всех собрали в самолет, и мы летали по всей стране, проводя такое административное совещание, но при этом... И вот мы в самолете, мы там с кем летали? Там Женя Федоров, он тогда был замминистратором промышленности. Потом Андрей Шаронов, замминистра экономики. Кто еще? Ну, из таких, ну, уже потом Вушмин Женя, Царственное Небесное тоже недавно умер, молодой талантливый парень. Ну, как-то молодого возраста. Вот, вот, соответственно, мы летали, проводили встречи. Починок, кстати, с нами летал так дальше. То есть, ну, можно, уже много времени прошло. И что такое эта поездка? Это живем в самолете МЧСовском, то есть взлет, посадка, прилетели, регион, встреча с активами, там, встреча с активистами, потом с бизнесом, вечером какой-нибудь ресторан там показывают, какой-нибудь, в Приморье нас какой-то стриптист таскали. Вот, еще там спать, утром опять в самолет полетели, и, знаете, через две недели уже все вот с такими глазами, там уже просто вот, ну, устали все невозможно. А вот эта программа одна и та же по всем этим как бы идет. И вот мы из Владивостока вылетали. Я тут специально как иллюстрацию эту показываю из Владивостока. Вылетали, а там несколько лет до этого самолет Руслан и парк, прям из жилы, да? Нет, не из Владивостока, из Иркутска, извините, из Иркутска. И сгорели там два жилых дома. Ну, просто страшно. Вот мы приехали, там памятник, родственники, встреча там, все это. Встроение обратно в самолет, взлетаем, там, летим. Вот, ну, в общем, настроение у всех такое прям очень. Ну, Сергей Кожугетович сидит там в своем генеральском отсеке, так сказать. Он говорит, ну, что все приуныли, что все, давайте, говорит, это самое, давайте со мной меня зовут. Игорь, молодой сказочник, ты любишь тут какие-то вещи рассказать. Вот, давай, вот тебе прямо сейчас задание. А он тогда стал вице-премьером, короткое время он был вице-премьером, курирующий наше министерство по делам федерации, то есть мой прямой начальник. Вот, и мне говорят, ну, давай, вот расскажи, вот, чтобы это, что будет с нашей Россией, вот что будет, и что должно произойти, чтобы мы жили по-другому. Вот, естественно, я говорю, настроение у всех просто никакое. Вот, и я говорю, ну, Сергей Кожугетович, смотрите, я говорю, страна северная, северная, территории большие, большие, значит, единицы ВВП, затраты очень высокие на производство. Значит, соответственно, производительность у нас ниже. Технологическая отсталость по оборудованию производства по производству. Значит, из этой логики мы в ближайшее время технологический рывок не сделаем, значит, никогда. Вот, он говорит, ну, хорошо, что сказала, я типа сам это не знаю. А в чем утверждение? Я говорю, Сергей Кожугетович, а вот теперь мое утверждение, что если мы сейчас, вот, страна холодная, холодная, мороза много-много, вот, если мы сейчас будем продавать этот холод по цене в 7 раз дороже 98-го бензина и, допустим, миллиардами тонн, то, в принципе, мы этот холод продаваем, получим доходы там больше, чем 10 раз, чем сегодняшний бюджет. Мы можем экономику изменить. Он так не понял, как холод продавать. Ну, воздух читал в детстве, у Беляева, продавец воздуха. А продавец холода – это как? Я говорю, ну, давайте, вот, я утверждение сделал, если я выполню, докажу вам, и вы согласитесь, то вы выполните одно мое желание. Ну, тут народ в самолете какое-то действие пошло, значит, народ собрался, налил там 50 грамм коньяка, лететь-то из Иркутска все-таки до Москвы там далеко. Вот, соответственно, начали говорить. Ну, и я им тут рассказываю всю теорию, там, помните, опоры рисую, струны, теорию, аэродинамику, расчеты, что все это дешево, быстро, что транспорт будущего, что это мы сейчас делаем, все это можно строить уже сегодня. Он говорит, ну, а где холод-то? То есть, понятно, с транспортом все понял, Юницкий там все понятно. Инновации спасут мир и Россию, где холод? А мне как раз перед этим Юницкий очень рассказал интересный концепт, что если байкальский лед резать и со скоростью, там, 500 км в час перемещать, то за 20 часов он энергии там потеряет меньше 5%, и можно там, допустим, там 100 тысяч или там почти миллион тонн за сутки перевести, допустим, в Эмират, а там вода просто золотая. Это чистая байкальская уникальная вода, которую можно там качать и, соответственно, продавать. Я говорю, вот, воду делаем, и это ресурс намного дороже, чем не то, что нет, и нет. И, соответственно, строить этот бизнес только на этом можно увеличить бюджет, ну, там, экономику России там в 5 раз. А если еще добавить попутные перевозки и объем, там, миллион тонн в сутки, а сегодня весь Транссиб возят, там, 100 миллионов в год за, так сказать, а здесь просто на порядке все это увеличивается. Поэтому экономика другая, все это можно начинать. Я вас могу познакомить с этим изобретателем, там, все, как бы это. Он говорит, ну, слушай, говорит, ну, если, говорит, ты заливаешь, то уж очень красиво. Вот, то есть хочется в это верить, ну, считай, что... Я говорю, в чем неубедительного, то есть где можно возражать? Двигатели есть, аэродинамика, понятно, струны натянули, все, как бы, сделали. То есть строить можно вот начинать уже прям завтра с точки зрения опытных полигонов, то есть надо испытывать, делать, а дальше это настолько значимо, что это изменит вообще всю экономику, не только России, а всего евразийского пространства. То есть вот этот вот Транснет, построенный на струнных технологиях, он качеством изменит. Он говорит, ну, ладно, типа, убедил, все, согласен, можешь убедить, все. Говорит, давай, желание какое, там, говорит, под стол кукарекать? Я говорю, да ладно, Сергей, ты же что-то сказать. Я говорю, все-таки, вот, я там начальник департамента, а вот хочу все-таки быть замминистра, ну, есть такая у меня мечта. Он говорит, ну, ладно, обещал, обещал, приходи завтра, так сказать, сделаю дом, там, прихожу на четвертый этаж, его конференцию, мне дают распоряжение правительства, подписанное премьером, соответственно, о том, что меня назначают, замминистра, я доволен, понимаете, так как бы, все, мечта сбылась, все круто, все хорошо, все, ну, все, ну, мечта в жизни, так сказать. Два дня мы это отмечаем с друзьями, так сказать, я понимаю, что все, я вот приехал из Кузидеева, уже защитил кандидатскую, готова докторская, сейчас все попривет, сейчас мы будем строить струны и так далее. Вот, еще и замминистра. Прихожу через день на работу, дают распоряжение, уже, да, до Ельцина, да, нет, это уже Путин стал, сейчас, да, уже Путин стал, он тогда премьером, исполняющим обязанности, о ликвидации Министерства по делам Федерации, о сокращении всех должностей, ну, то есть, там, тут все Министерство ликвидирует. Это через день. Я к Сергею Кашкеновичу захожу, он мне вещи собирает из сайтов, нет, я на прием напросился, захожу, он говорит, что такое грустно? Я говорю, да вот, вроде, Министерство расформирует, ну, расформADA, меня тоже, там, вот, я эти лица премьеров, меня тоже обратно отправили в НЧС, вот, он говорит, почему вопрос-то. Я говорю, а вы знали, когда назначали, что Министерство расформирует? Он говорит, конечно, знал. Я говорю, а почему вы мне не сказали? Он говорит, ну, слушай, ты же просил из пола, ты же стал, стал, я сделал. Вот, но это, друзья, как бы такое, как лирическое отношение, но оно имеет как факты, и это как раз к нашей именно прогнозной теме оно имеет отношение. Так же, как, допустим, когда я занимался бизнесом и работал в Барнауле, это 92-й год, я познакомился с одним парнем, зовут его Иван Кучин, он тогда там сидел в какой-то местах не столь отдаленной, где он писал песни, вышел, вот, меня с ним познакомил художник один, Третьяков такой интересный парень. И, соответственно, я настолько загорелся его песнями, он мне понравился, и я, когда деньги у меня были, как у молодого бизнесмена, вот, я записал ему, ну, нанял ему студию, там, музыкантов, ему записали первый его альбом, вот, соответственно, этот концерт, ну, вот, все песни, песни, и потом, сейчас я просто открываю, когда афиши, там, во всех городах, в Москве, в Питере, в Теренбурге, все-таки он стал действительно популярным, знаменитым артистом, мы с ним больше 15-20 лет уже не общаемся, вот, но сам факт по себе для меня это очень важно, что инвестиции тогда в раскрутку, если бы я понимал, что на этом можно строить бизнес, я, может быть, на этом бы строил, но с точки зрения именно прогноза и интуиции, что это вот прошло, поэтому это я просто себе как в актив ставлю, что вот Иван Кучин, которого я в свое время помог записать и запустить его концерт, с которым он потом поехал в Москву, и он меня на свой первый концерт, это, кстати, приглашал, вот, сегодня это вот как проект, вот, но, друзья, если двигаться дальше, то, занимаясь уже инновациями и после ликвидации Министерства по делам Федерации, вот, я уже через вот этих своих протежек, группу олигархов, соответственно, перешел работать в Министерство по налогам и сборам и занял там должность начальника управления крупнейших налогоплательщиков. Это довольно-таки тогда была значимая должность, то есть я подписывал доступ нефтяных, всех нефтяных компаний к трубе, и за недоимку я мог, без моей подписи министр не давал разрешения, то есть тогда был прямой указ, что должники в бюджет нефтяной компании отрезались от трубы, а это для них, соответственно, смерть. И, исходя из этого, это была такая значимая должность, и она интересна тем, что там указом уже, мне было присвоено указом президента должное, звание действительно государственный советник налоговой службы второго класса, то есть это ранг следующий, это ранг замминистра, потом второго класса, это уже, нет, у меня третьего класса, второго класса, это министр и вице-премьера, а первого класса, это уже высший состав, это вице-премьера и выше, вот, соответственно, ну, это такой не самый высокий, но довольно-таки определяющий уровень. Там у меня, опять же, вот по совпадению соседний кабинет, так как мы занимались реформированием системы, выстраиванием налогообложения крупнейших налогоплательщиков, это все на отчетность идет, на передачу информации, то управление информатизацией налоговой службы, которую возглавлял тогда Михаил Мишустин, это у нас был кабинет вот прям Радужко, поэтому мы с ним очень много контактировали, сейчас, когда определенные события произошли, Мишустин возглавил правительство, мне очень много говорили, ты не собираешься возвращаться в чиновник, вот здесь забегая уже вперед, я говорю, нет, друзья, то, чем бизнесом, каким занимаюсь я сейчас, и то, что мы делаем, это просто совсем другая вещь, совсем другая. Ну и дальше уже уход из чиновников, я перешел опять уже сначала в такую политическую активность, то есть мне всегда это было интересно, когда создавалась эта «Единая Россия», как я говорил, изначально я принимал в это отношение, а потом, когда ее возникло, взглавил Александр Дмитриевич Беспалов, соответственно, в свое время был человек близкий к президенту, и он возглавлял эту партию, то я у него стал экономическим советником, мы, кстати, все статьи, связанные с этим периодом, мы с Юрисом выложим вам, как раз там есть интервью и про Юницкого, и про дороги, и мы как раз показывали. И даже мы в свое время написали очень знаменитый такой манифест «Единой России», который показывал, что через 10 лет страна может стать экономическим лидером, транспортным лидером, и так далее, это как раз вот на этих технологиях, но в жизни это все не пошло. Потом, когда политическая ситуация, и в «Единой России» у меня есть билет партийный номер 7, чтобы было понятно, то есть насколько это стало у истоков. Потом произошли изменения в политических грядах, пришел Вячеслав Сурков в администрацию, и на этом моя политическая там карьера, вообще она закончилась, меня уволили с Министерства по налогам, сбором, я вышел из политической, и как бы это были определенные неприятности, потому что с Вячеславом Сурковым с ним воевать было просто, да и сейчас, наверное, очень опасно для жизни и для здоровья. Вот, и я пошел опять в такой бизнес, связанный опять же с околочиновничными вещами, это банкротство, и возглавил одну из крупнейших саморегулируемых организаций по банкротству арбитражных управляющих, соответственно, который занимается банкротством, у нас было несколько сот, там, 150 арбитражных управляющих, и здесь уникально тем, что это СРО как организация провела банкротство больше 20 тысяч предприятий, мы провели больше 75 тысяч судебных заседаний, имеется в виду юристы, которые принадлежали к этому СРО. Наверное, аналогов в мире таких предприятий нет. И юристом в этом СРО у меня был Виктор Бабурин, вот, с которым мы потом вместе перешли уже работать в Юницкому, это было уже после 2008 года, когда в моей жизни опять произошли определенные изменения, уже связанные с такой, ну, несколько другой сферой, то есть я активно тогда занимался парашютным спортом, это еще с армии пошло, вот, я какое-то время не прыгал, а потом опять стал активно заниматься, и у меня потом до тысячи прыжков не было ни одного происшествия, а после тысячи буквально там сначала одно происшествие, когда у меня запасной парашют открылся в 40 метрах от земли, то есть это за долю секунды, и буквально через это у меня еще одно происшествие, которое привело уже физической травмой, то есть я повредил позвоночник в семи местах, и после этого, конечно, все мои прыжки закончились, а потом еще и попал в аварию автомобильную, и в этот момент у меня как раз очень много что изменилось и по бизнесу с моими партнерами, и по взглядам на жизнь, вот, и вот в этот момент я как раз уже перешел работать только в проект уже Юницкого, и стал заниматься только инновациями, и было время, когда мы втроем сидели на кухне в квартире у Антона Юницкого, я, Виктор, соответственно, Антон Юницкого, и у нас на троих была пачка пельменей, и вот мы это варили, делали, и у него, у Юницкого тогда как раз произошли конфликты и проблемы с его на тот момент партнером Виктором Узловым, вот, это было абсолютно прогнозируемо, потому что я за некоторое время до этого Юницкого предупреждал, что у тебя будут проблемы с Финитами, когда приехали ко мне, он с ним только познакомился, приехали ко мне домой, мы были на рыбалку, там в бане, потом приехали ко мне домой, вот, я с Виктором пообщался, я говорю, Антон Юницкий, это сложное у вас было отношение, и он сначала не поверил, но когда после событий в Австралии Узлов просто захватил компанию, захватил интеллектуальную собственность, просто как будто, то стало очевидно и понятно. Вот, я почему, друзья, это все сейчас так подробно беру, что, во-первых, это должна, вы же понимаете, что эта информация пойдет, что она есть под запись, чтобы не было никаких потом интерпретаций, и, вторых, чтобы была четкая логическая цепочка от того, что происходило и к чему мы подходим. Теперь, друзья, по периоду SkyWay, для меня это, ну, струнных технологий, для меня это практически 10 лет моей активной работы и жизни, это вот начинает где-то в 2009-й, и вот, ну, с 8-го я начал только подходить, с 9-го уже непосредственно работа с Юницким, а до 18-го, в 18-м году я вышел из проекта SkyWay после InnoTrans 2018, вот, и после этого, ну, там, скажем, это тоже я коротко прокомментирую и объясню. А на тот момент мы сначала предполагали это развивать как крупную венчурную компанию, то есть мы создавали венчурную компанию с крупными капитализациями, регистрируемых в Лондоне, для того, чтобы привлекать бизнес, и у нас была логика, что выстроить сначала капитализацию венчурную, мы ее тут подвели примерно к триллиону долларов, для того, чтобы потом привлечь инвесторов хотя бы на 50-100 миллионов, чтобы строить вот это просто. Но эта схема не сработала. Вот я провел переговоры с огромным количеством олигархов, крупных банков, фондов, то есть сейчас объяснять, с кем тогда не общался, это трудно представить, начиная от дедушки Моргана и кончая представителями там всех олигархов ну, на всем постсоветском пространстве. Но эта схема не сработала. И, соответственно, логика стратегического партнера, на моих глазах у Юницкого появлялось где-то порядка 11 стратегических партнеров, и всегда это заканчивалось определенным конфликтом. А конфликт заключался в том, что олигарх рано или поздно пытался забрать эту технологию. Вот, и это закончилось. И, соответственно, в 2013 году я познакомил Юницкого со своим товарищем Арсеном Бабаяном. Он через свои структуры инвестировал порядка больше 300 тысяч долларов. И с этого момента началась история, которая идет как краудинвестинг. То есть, Анатолий Гвардорович эти деньги направил на создание сайтов, личных кабинетов. То есть, то, что называется краудинвестингом и инфраструктурой, соответственно, провел. И в 2014 году, в конце 2013, в начале 2014 запустился вот этот проект краудинвестинга, который уже пошел под брендингом Skyway. Я сразу могу сказать изначально, что я не поверил в Skyway, потому что я банками, олигархами. И для меня была сама логика краудинвестинга, то есть народного финансирования, непонятна. И меня убедил только Сергей Семенов вместе с Виктором Бабуриным. Они тогда с Никитой Сенайским уже все это организовали, но Никита отошел от этой работы. А Сергей просто меня убедил пойти, включаться в эту систему, что необходимо донести информацию и начинать вести вебинары, рассказывая о технологиях. И вот, начиная с 1 февраля 2014 года, я начал уже активно в новой фазе работать в Skyway, именно как человек, который несет информацию о Skyway, о том, как это вписывается в технологические уклады, о том, как все это развивается. То есть здесь как раз вся та научная база, которая была наработана, она была использована, и активно проект пошел развиваться. И дальше я уже поменял свой взгляд о том, что такого рода проект может финансироваться только через краудинвестин, только с партнерской программой, только с привлечением активных партнеров. И как раз высокие риски должны быть разложены на большое количество инвесторов, на большое количество людей, которые готовы рисковать ради того, чтобы участвовать в проекте. Ну и дальше, друзья, уже пошло активное развитие. Здесь я могу сказать, что инженер Геницкий, это как Леонардо да Винчи нашего времени, показал первым, как ледокол прошел путь именно от идеи стартапа до технологических испытаний, а потом уже до внедрения, потом до демонстрации. Сегодня уже четко можно констатировать, что создана отрасль новая в транспорте, то есть она дополнила систему транснета, и это следующий отрасль, который будет конкуренцией выдавливать всех остальных. Этот процесс будет не сразу, но очень этот процесс начался, и он очевиден сегодня, что более экономичный, более эффективный, более интересный транспорт он будет выдавливать. Чем для меня это, друзья, с научной точки зрения, именно анализа, там понятно, что формирование новой инфраструктуры, новой транспортной инфраструктуры сегодня накладывается на те процессы, которые идут с интернетом, социальными, с финансовыми, и что самое главное, с новой трейдинговой системой, то есть с новой торговлей. То есть, ну, это показывает и Амазон, и все остальное. И таким образом, друзья, сформировалось новый концепт, новое понимание, что SkyWay как часть трансмета, это формирование, но идет новая сеть. И мы с Юницким, как уже футурологом, вели ряд переговоров, и он не принял этот концепт. Он сегодня SkyWay начал противоставлять всему трансмету, и в этом плане наши научные взгляды разошлись. И в этом плане уже стало понятно, что мое место в SkyWay, оно просто уже не то, что выполнено, а больше там делать нечего с точки зрения формирования бизнеса, потому что его ведет уже как именно руководитель проекта Анатолий Дорожевич Юницкий. Он несет ответственность перед инвесторами и за те стратегические решения, которые он принимает. А с учетом, что опять появился стратегический партнер, тем более, что это еще в арабском мире, вот, я из этого проекта все-таки вышел, потому что стало для меня более интересно формировать следующий концепт, именно ЮНЕД. И ЮНЕД уже оформился как прикладная футурология, именно как проект, который дальше делает непосредственно инженерные решения. Ну, плюс к этому, кто следил и кто знает, у меня произошли определенные личные, очень неприятные для меня отношения с ЮНЕДским, я это не скрываю. Я несколько раз до этого, порядка пяти раз я уходил из его команды, но потом возвращался по разным причинам, но в этот раз уже, скажем так, он сам написал письмо, что точка невозврата пройдена, что наши отношения прекращены и даже определенный мой адрес был, это неприятная вещь, поэтому я вышел и отказался от всех связанных с партнерским построением бизнеса, хотя у меня там были очень большие, 20 часов, да, да, друзья, сейчас я, так сказать, это 20 часов, 2 минуты мы с вами как раз прервемся, вот, а потом я больше не буду занимать ваше время, то есть моя задача была сегодня именно как анализ подвести и показать то, что все, что делается закономерно, единственное, что закрыть тему Skyway, я могу сказать, что я отказался от тех, у меня было порядка полумиллиарда акций Skyway, которые скопились за те 20 лет, что я в сотрудничестве, я их вернул Анатолию Абчу Юницким с тем, чтобы у нас не было никаких взаимных ни обязательств, ни претензий, для меня как научный проект он очень интересен, как бизнес он развивается, я очень рад буду за тех инвесторов, когда они получат свои обязательства, которые сегодня есть обратно после завершения этой системы, но все-таки с точки зрения построения следующего проекта, именно как в свое время я загорелся Skyway сегодня это Юнет, и Юнет, друзья, это новое научное направление, и для меня оно стало так же интересно, как 20 лет назад в Skyway, и в этом плане я благодарен работе в Skyway, он показал сегодня именно логику краудинвестинга, это единственное правильное решение, я благодарен того, что по работе в этом проекте я познакомился с огромным количеством людей практически по всему миру в разных странах, которые сегодня работают и интересные инновации, которым интересно технологическое развитие, и соответственно он снял барьер того, что русские технологии или российские технологии, они востребованы к ним относятся, очень хорошо к ним, и для того, что языковой барьер сегодня это абсолютно значение никакого не имеет, потому что в каждой стране работает партнер, который знает русский и знает язык, который работает, а с учетом, что мой теперь самый близкий друг и партнер это Юрис Мартенс, который наполовину венгер, так сказать, я наполовину русский, он наполовину венгер, вот мы, соответственно, можем охватить весь мир, потому что венгерская диаспора присутствует так же по всему миру, как и российская. Вот, поэтому сегодня я могу сказать, что созрели научные предпосылки запуска шестого технологического уклада о том, что Юнет именно как мировой глобальный логистический центр, глобальная логистическая система сегодня запустила, 20.02. О, друзья, ну давайте, 20.02, я что хотел сказать, что сейчас дата 20.02, 20.02, 20.20, поэтому сегодня мы с вами присутствуем на запуске проекта. Я вам могу сказать и цель моей работы сегодня показать, что 50 лет это, да, это определенный путь, да, есть определенный опыт, я вам сегодня определенно сказал, что я не просто так упрыгнул, и я не мальчик, который там вчера проторговал какими-то акциями, а сегодня вам предлагают идти в новый концерт. Я то, что своей всей жизнью показал о том, что я занимался серьезными вопросами, занимал серьезные должности и при моем участии запустился мощнейший проект. Поэтому, друзья, давайте все вместе нам пожелаем нам удачи в построении этого проекта и то, что мы с вами собрались и наше сообщество идет, это не символизм, я не люблю символизм, а это закономерно. И то, что сегодня такая дата определяет определенную вещь, это просто для нас определенная закономерность того, что мы в нужное время делаем. Это все, что я хотел сказать к этой дате. Это просто привязать ее к тому, что именно в 20 часов 0,2 минуты стартовал проект. И мы сегодня с вами принимаем решение, что мы участвуем в создании нового технологического уклада, мы участвуем в формировании сети Юнет, и Юнет это то, что за интернетом будет формировать новые бизнесы, и мы, соответственно, имеем через проект Юнет Technology Industry иметь к этому отношение. Именно материальное. То есть сегодня, входя в проект и приобретая токены, вы участвуете и в производственных программах, и в программе капитализации. Это, друзья, важно понимать, это важно, что мы делаем, и важно понимать общий концепт. И в этом плане, друзья, сейчас то, что мы делаем, и первая конференция показала, и для меня очень важно, друзья, как результат этой конференции, что там были представители, соответственно, Solar Group, для меня Solar Group, и лично Сергей Семенов, Пашев, ну, тут я кого-то отслеживаю. Соответственно, Семенов для меня, человек, который для меня открыл краудинвестинг, который открыл, потому что раньше для меня, как любого экономиста, я понимал, что MLM, многолифтинг-маркетинг, МММ, то есть пирамида, это все одно и то же. Но когда с научной точки зрения я понял, что это такое, когда весь анализ показал, что раскладывать риски надо не на крупные фонды или крупных игроков, а именно на большое количество небольших, мелких инвесторов, стало понятно, что это единственный правильный фонд. И в этом плане Сергей Семенов, ну, они сначала с Никитой, как я уже говорил, потом сначала Никита отошел, потом Семенов и Юницкий и Семенова убрал из проекта. Но то, что этот процесс начался благодаря именно энергии и работе Сергея Семенова, это однозначно. И это показала следующая работа, что Сергей Семенов со своей командой создал следующий проект и взял уже физика Дмитрия Александровича Дуенова, создал Solar Group. И то, что друзья они дальше получили результат, это просто уникально. Поэтому я могу сказать и всегда говорил, что всем изобретателям, друзья, ваша задача попасть к Сергею Семенову. Если он берется за ваше финансированное представление, у вас все будет хорошо. И в этом плане как раз это благодаря Арине Цой, Арине Ким, извините, мы познакомились с Леонидом Цой, на прошлом вебинаре присутствовал его отец, автор-разработчик Анатолий Николаевич. Это для меня тоже, ну, прям очень большая часть была вчера и очень большое, что надеюсь, что то, что я ему говорил, я не сильно косноязычно и не сильно напутал суть технологии. Я все-таки могу говорить только на уровне школьной физики, вот, хотя то, что противоречит школьной физике, никогда в практику не пойдет. Соответственно, после этой конференции сейчас уже идут очень серьезные переговоры. Не исключено, что команда Solar Group возьмется за финансирование в том числе и разработки Анатолия Николаевича и Леонид Аксона. И для нас, как именно уже United Technology Industry, это очень важно. Я буду считать, что всем повезло в команде Solar Group, что они нашли очень мощную физическую технологию, которая сегодня востребована и которая дает продукт, который нужен нам, прежде всего, как заказчику. А команде инженеров Леонида Цой в том, что они нашли просто первоклассных партнеров, которые могут организовать работу. Но это, друзья, как раз покажет. Будем надеяться, что и здесь это будет первый и очень хороший шаг именно в формировании Юнета, потому что весь Крекен, который делает инновационные и дальше получение инновационных материалов, они все будут востребованы как раз Юнетом, потому что это новые материалы для формирования и подвижного, и жизненного пространства. Это крайне необходимые востребованные технологии. Вот. Так вот, друзья, так, мы впервые в троих Юнет. Да, то есть, Арина, абсолютно. И здесь, друзья, как раз еще, чтобы прошу тоже, чтобы вы понимали. Не мы создаем, мы участвуем в этом процессе. Это разный подход. Тренды, которые идут, они сегодня складываются. И то, что мы сегодня запустили, формирование именно GLS, то есть Global Logistics System, то есть ввели единицу объема. То, что товар, услуга, которая приходит в подлокотник, когда Джобс ввел одним пальцем направление в смартфон, а мы сегодня утверждаем, что объем, который будет приходить. И это новая услуга. И вы, находясь в своем рабочем кресле, которое для вас и массажное, и перемещание, и кресло автомобиля, это третье жизненное пространство, которое комфортно. И при этом через подлокотник своего кресла, открывая, вы там всегда имеете пространство, которое перемещается и доставляет вам необходимую вам услугу, от вас что-то перемещать. Это единая глобальная логистическая система. И вот как раз это и есть то, что формирует сегодня Юнет. Это то, в чем мы с вами участвуем. И здесь, друзья, нельзя стать акционером Юнета. Вот сейчас задают вопрос, а как стать акционером Юнета? Но это, друзья, все равно, как стать акционером интернета. Интернет – это агрегированное понятие. Сюда входят и Джобс, и Цукенберг, и Майкл, и, соответственно, Дэл, и Стив Джо, кто у нас там еще? Ну, в общем, все эти олигархи, которых мы сегодня знаем, Windows, со всеми, то есть это каждый из них делает свой бизнес, но он объединяется. И уже как агрегированный возникает Амазон, соответственно, как интернет-доставка вещей, которые сегодня увязывают. Это все интернет с логистикой. Так вот, друзья, нельзя стать акционером интернета, нельзя стать участником, но можно стать частью бизнеса, который трендовый, который востребован. И в этом плане в интернете кто в свое время вошел в интегральные микросхемы, то есть вошел в компанию Intel, кто стал акционером на ранней стадии Apple, кто стал акционером на ранней стадии Facebook, кто стал на ранней стадии акционером Амазона. Соответственно, они имеют сейчас большой преференции, большие венчурные премии, потому что это то, что дало огромный эффект роста в новом технологическом укладе. Сегодня с запуском технологического оборудования и технологических изобретений, которые пошли Сергей Брин и Ларри Пейдж. Ну, я вам про Сергея Брина сказку уже рассказывал, но, как вы понимаете, все сказки проверяются в интернете, то, что сейчас пишут. Я вам говорил, что когда я приехал в Москву и по обстечении обстоятельств познакомился с одной командой, и там молодой парень, там мы сидели на одной площадке офисной, и приходил массажистка, делаем массаж, он платил по 20 тысяч акций, соответственно, какой-то нам непонятной компании этой массажиста. Она говорит, ну, все равно сегодня денег никто не платит, поэтому мало ли, так сказать, это. А я у этого парня, он чуть постарше меня, соответственно, тогда спрашивал, я говорю, слушай, Серега, ну вот ты мне скажи, чем ты занимаешься, вот как, вот что ты даешь, вот какой бизнес у тебя строится. Он говорит, понимаешь, мы создаем сегодня информационное поле Земли, и у вас будет устройство в руке, через которое ты можешь войти в это информационное поле, передать информацию и получить информацию. Я думал, что он сумасшедший. Я говорю, это бред какой-то, ну какой информационное поле, какой-то, вот. А потом оказалось, что это создатель компании Google, что это Сергей Брим, и он говорил об интернете. Так вот в 93-м году, друзья, я этого просто не понял. Так же, как какое-то время спустя я приводил пример, что один мой приятель продавал электронные какие-то коины, и можно было купить биткоин за 10 центов, и когда он мне сказал, что это альтернатива ФРС, вот, я подумал, что он тоже сумасшедший. Ну, как вы понимаете, время все расставило на свои места. Поэтому, когда мы сегодня говорим, идет формирование глобальной логистической системы, GWS, соответственно, это формирование новой реальности. А участвовать можно в чем? Участвовать можно в создании двигателей. Которые будут там участвовать. Так же, как в свое время в Интеле создание интегральных микросхем, которые ставятся в каждое микроустройство. Так вот, сегодня тот, кто вошел в систему Дуенова через Solar Group, это очень удачные инвестиции. Их ожидает просто сумасшедшая капитализация. Какая, друзья, этого не знает никто. Соответственно, если в нашей производственной программе с Андреем Нобовым мы сегодня предполагаем два завода на миллиард двигателей, а сегодня у нас уже еще линейка появилась, потому что мы разрабатываем, и у нас идет уменьшение сегодня тяговых двигателей по мощности. Мы дошли уже восьми, пяти, сейчас уже приближаемся к однокиловаттному двигателю. Соответственно, выпуск этих двигателей – это и есть бизнес, участие, как в Интеле в интегральных микросхемах. Соответственно, участие в новых материалах, которые сегодня идут. И крейтинги Леонида Цоя, и то, что мы делаем сегодня с нефтеботами, и то, что делаем с бензоботами, и то, что сегодня следующее направление – это уже природное углеродное волокно. Потому что весь подвижной состав будет выполнен из углеродного волокна. Это экологично, очень прочно и очень дешево. Соответственно, это новые технологии. Так вот, вхождение на ранних стадиях в эти технологии, они как раз и позволяют быть и участником той юной глобальной логистической системы, которую сегодня формируют. А ее, если ее характеризовать, что такое, то Джобс привел интернет, то есть всю информацию на кончик пальца. Соответственно, вы нажатием одним пальцем получаете информацию. Вот. И сегодня ни одному студенту не придет в голову идти в библиотеку получать. Вот. И, соответственно, мы сегодня приводим все услуги в подлокотник вашего кресла. А это кресло еще и само является движущейся системой. Вот это, друзья, понять это сегодня очень тяжело, так же, как понять, осознать. Вот мы вам будем этого показывать, эскизы, как сейчас закончим патентование. Мы готовим на эту тему анимации, вы будете видеть, как это работает. Поэтому все эти материалы для понимания, они идут. И в этом плане наша у нас сегодня такая же задача, как в 93-м году было Сергею Брину объяснить инвесторам и объяснить людям, что такое интернет, что он создает и как они этим будут пользоваться. Точно так же, друзья, мы ведем задачу сегодня по объяснению, что такое Юнет. Вот. Но, друзья, я могу сказать, ничего страшного нет. Технологически мы в этом году уже будем показать роботов, прототипов, роботов, которые будут и возить наши юбы. То есть, вот, единицы контейнеров доставлять услуги, начиная от пиццы и кончая. И роботов, которые будут манипуляторами и копать траншеи. Сейчас у нас пошла еще одна программа. В ближайшее время покажем уже эти роботы, вот эти собаки лобовские, которые будут уже сельскохозяйственными роботами, которые будут пахать, косить, удобрять, картошку. Ну, в общем, там целое такое интересное. То есть, это, друзья, новое интересное направление и создание вот этих роботов – это вот то направление, которое будет развиваться параллельно с проектом Леонардо, то есть модификацией. Вот. Но это, друзья, уже невозможно сейчас перейти в следующий вебинар. Об этом можно говорить бесконечно. Друзья, цель и задача, почему я вам сегодня, так вот, для тех, кто будет смотреть записи, сегодня показывал свою задачу и показывал свою биографию. То, что, друзья, начиная от аэроклуба, в котором я занимался самолетным спортом, и я принимаю, что такое аэродинамика, потому что я ее изучал еще тогда. Потом инженерный курс, один год в Киевском институте инженеров гражданской авиации с курсовой работой «Транспорт будущего». Вот. И потом уже вся моя задача – встреча с огромным количеством изобретателей. Вот, кстати, когда через меня прошли сотни и сотни изобретателей, я оставил только две технологии, которые стал продвигать, и которые стали… Первая – это технология струнного Юницкого. То есть как раз потом уже Терехин и Лебедь начали финансировать, и она обрела. А я тогда активно занимался именно продвижением технологий быстро возводимых модульных домов. У меня был тоже партнер в этом направлении. И в свое время, еще в 2007 году, мы показывали это кандидата президента Медведева, Иванова. Эти тоже фотографии все в Фейсбуке есть. Вот. Это моя была такая первая презентация Медведева. Потом еще два раза я ему презентовал уже Skyway. Вот. Соответственно, есть свое представление и свое личное отношение с ним. Это уже после того, как общались в администрации. Так вот, друзья, весь сегодняшний… Вся логика выстраивания, она показывает о том, что то, что сегодня мы начинаем создавать, United Technology Industry, это то, что выросло из предыдущей работы. И в этом плане я очень благодарен всей концепции, которая складывалась, всем людям, которые встречались и с кем я работал. Вот. Потому что я могу сказать, что без последних вот этих пяти лет, которые прошли уже в краудинвестинге работать с Skyway, о дальнейшем движении, конечно, речи быть не было. И сегодня тренд формирования новой сети, когда идет объединение, когда сегодня идет общая логика, общая логистика, которая перемещает единицу груза и в стандарте, который мы назвали ЮП, а ЮП это на 225 на 225 на 45, то есть это один локоть в нашем исчислении, потому что мы привозим весь товар именно не как джокс палец информацию, а в подлокотник вашего кресла, соответственно. И вот вся логистика, которая работает, она направлена на то, чтобы организовать логику этого перемещения из любой точки мира в любую точку мира. А как это будет, мы вам как раз с инженерной точки зрения покажем, и вы же не заморачивайтесь сегодня, как набрав 16 цифр, вы связываетесь с любым человеком из населения 7 миллиардов человек на Землю. То есть как устройство отправляет уникальную волну, как оно, соответственно, получается. То есть это все делают инженеры. Сегодня это возможно, но все это увязано. Где-то сигнал идет по проводам, где-то по оптиковому окну, где-то по радиоволне сот, а где-то по спутниковому сигналу. Но все это единая мобильная связь. И в этом плане как раз, Валерий, Ю-бокс, ну, кстати, может быть Ю-бокс, не Ю-па, Ю-бокс. Ну, Валерий Николаевич, ты знаешь, я всегда к тебе отношусь с большим уважением, и как раз, если будут хорошие названия, мы даем только концепт. Так же, как в свое время Валерий Николаевич является автором слога «Строй Skyway, спасай планету», которым сейчас пользуется весь Skyway. Придумал его головотюк Валерий Николаевич. Вот, соответственно, может быть Ю-бокс. То есть, я-то сейчас исходя, что есть байт, есть килобайт, есть бит, какая-то восьмая часть. Так вот, у нас единица Ю или Ю-бокс. Ну, давайте какие-то предложения, может быть, это факт тот, что это единица перемещения объема. А дальше уже 16 Ю-боксов, это, кстати, хорошо звучит, видите, я уже на вас прямо... 16 Ю-боксов, это уже пространство, в которое СМС, сейчас, то есть, этот человек... А, скоро 20-20-02... Ну, давайте, 20-20-02, а как раз и будем заканчивать вебинар, чтобы именно на этой дате, на этом времени он у нас и закончился. Вот, поэтому, друзья, я очень рад, что у меня была возможность весь этот опыт накопить, что он сегодня... Я очень рад, что сегодня, благодарен судьбе за то, что сегодня в 50 лет это время, когда уже есть опыт, есть на что опираться, на собственный опыт, и в то же время достаточно много сил для того, чтобы работать практически круглосуточно, 7 дней в неделю, и, соответственно... Поэтому, друзья, сегодня наша команда, мы сегодня так и работаем, сегодня огромное количество людей, которые подключаются, и в этом плане, друзья, почему это очень важно, что утверждение, которое прямо в 20-20, 20-го, 02-го, 20-го, 20-го, можно сделать и самое главное, что, друзья, технологическая революция, смена этапов началась. Не то, что она будет когда-то, не то, что мы находимся в преддверии, это технологии... И сегодня, друзья, вы просто будете удивляться и иногда даже не воспринимать ту скорость изменений, которые будут ожидать в ближайший год, 3, 5, 10. И за ближайшие 10 лет, друзья, мир изменится до неузнаваемости. Вы даже не можете представить тот мир, который будет через 10 лет. А мы можем, мы знаем, какой он будет, потому что мы это создаем с технологической, инженерной точки зрения. Это не пророчество, друзья, это технологический прогноз, это то, что сегодня делает прикладная футурология, анализируя в прошлое, опираясь на сегодняшнюю действительность, выстраивает вектор и выстраивает индикаторы прошлого. Ну все, друзья, поэтому можно завершать этот вебинар на том, что мы с вами констатируем, что технологическая революция смена, она уже идет. Направления, которые сегодня, они определены сегодня фондом United Technology Industry, потому что мы все берем сегодня самые необходимые вещи, которые идут. И самое главное, друзья, мы строим перспективнейший бизнес, который идет и на цифровых активах, то есть мы создаем и свой криптоактив, и криптобиржа, и криптобанкинг, потому что он просто необходим для той программы, которую он делает. Мы сегодня работаем в реальном секторе, то есть создавая бензороботов, нефтероботов, соответственно, будем обязательно партнерами в проекте, я просто говорю, обязательно будем партнерами в проекте уже ради, соответственно, крекинга, это Леонида Цоя, и все, что связано уже с проектом до ЮНОВА, он создал сегодня основу, то есть как интегральные микросъемьяки стали основой микроэлектроники, также двигатели до ЮНОВА станут основой всего ЮНОВА, то есть все двигаться будет на двигателях до ЮНОВА, и ничего аналогичного в ближайшее время наука не создаст, потому что это уже создано. Дальше будут копировать, повторять, пытаются сделать то же самое, но это, друзья, уже абсолютно другая история. Поэтому мы сегодня с вами запускаем интереснейший, перспективнейший, абсолютно научный бизнес, и в этом плане, друзья, я как раз и считаю, что цели и вся моя подготовительная жизнь и работа была для того, чтобы стартовать и реализовать этот проект. А дальше, друзья, мы с вами будем уже смотреть по мере того, как он будет развиваться, как мы с вами будем уже перед инвесторами и акционерами отчитываться. Это, друзья, дальнейшее движение, это то, что мы уже с вами будем вместе действовать и двигать. Я думаю, что через год у нас с вами будет юбилей первой ЮНОВА, потом второй, потом пятый, и так далее. И это как раз, друзья, как раз с той системой, которая позволяет сделать нам опыт. Мы отстраиваем сразу, чтобы была жесткая привязка через блокчейн, через смарт-контракты об обязательств разработчиков и обязательств перед инвестором до реализации уже и возврата инвестиций и получения на них венчурной премии. Соответственно, это, друзья, должен быть абсолютно автоматизированный, технологический и прозрачный процесс. И это может обеспечить только технологии блокчейн, только технологии криптовалют. Соответственно, что мы с вами, друзья, и делаем. Ну вот, здесь вопросы и ответы, наверное, не подразумеваются, потому что, что я могу уточнить только по своей биографии, это если кто-то что-то найдет или что-то скажет, на что я сказал, что-то не так, и уточнить, соответственно, если я что-то забыл. Вот. По стратегии мы уже определили и вам показали, что это наша сеть информационных вебинаров, которую мы сегодня ведем, а мы довольно-таки плотно создаем сейчас информационное поле, которым можно пользоваться. И поэтому, друзья, я абсолютно уверен, что сейчас, я вижу, процесс к нам подключается очень много и много уже лидеров и сетевых лидеров, и научных лидеров с точки зрения инженерных программ, потому что мы с вами делаем очень нужное, полезное и своевременное дело. И в этом плане, друзья, я всех зову, всех призываю уже подключаться к нашей работе, либо как минимум следить за тем, что мы делаем, потому что это будет как минимум интересно, ну а дальше, друзья, еще это будет и очень полезно. Ну все, друзья, на этом позвольте мне нашу встречу такую закончить, вот, как раз у меня сейчас там жена возвращается, опять же, с точки зрения, друзья, работы, с точки зрения у меня жена, трое детей, вот, 14, 10 и 5 лет, вот, соответственно, есть чем заниматься всегда дома, есть всегда такая поддерживающая сила, есть ради чего работать, вот, поэтому, друзья, я считаю, что у нас впереди очень интересные перспективы, я никогда с таким энтузиазмом не начинал и не двигался в новый проект, вот, хотя я могу сказать, что когда вышел из проекта SkyWay и, соответственно, завершил свое в нем участие, то очень многие партнеры, которые за мной шли, задали вопрос, а что дальше, есть ли проект соизмеримый или интереснее, чем SkyWay, и на тот момент, когда я утверждал, в это поверило, там всего два человека, один из них это Юрьевс, вот, ну а сегодня, я думаю, что очень многие люди, которые понимают локерность, да, SkyWay это крупнейший бизнес, это новые отрасли, это очень, но то, что сегодня формируется новая среда, это однозначно, и SkyWay становится частью транснета, а Юнет это абсолютно новая вещь, здесь возникнут новые компании, новые предприятия, новая логистика, новая система, именно глобальная логистическая система, и глобальная, чтобы вы понимали, это не пугает, это не глобализм, с точки зрения огромности или безумия, а глобализм для меня это от слова глобус, то есть земля, не имеющая границ, и в этом плане я могу утверждать, ну допустим, я могу утверждать, что в ближайшие пять лет супермаркеты станут таким же анахронизмом, как в библиотеке, то есть туда ходят только специалисты, и поэтому вам входить в супермаркет, или для того, чтобы купить, когда вы можете своему электронному ассистенту дать задачу, а через там 3-5 минут открыть подлокотник, у вас будет то, что там вы заказали, зачем для этого надо тратить время, ходить, ну это так же, как когда у вас есть информацию получить в интернете через смартфон, зачем вам для этого не идти в библиотеку, у вас есть смартфон, и вы пальцем можете нажать, вот точно так же. Следующий мой уже прогноз такой, неблагоприятный для определенных людей, следующее, что исчезнет в течение 5 лет, друзья, это фуры, фуры с дорог, потому что это безумие, это бронтозавры цивилизации, они сжигают огромное количество топлива, они создают пробки на дорогах, это опасная вещь для того, чтобы перемещаться. Юнет в ближайшее время просто вытеснит, он вообще будет создавать конкурентную среду, и он очень быстро будет выдавливать те транспортные системы, которые неэффективны, неэкологичны и неэкономичны. Соответственно, в этом плане, почему, опять же, отвечая на вопросы, Юнет был невозможен без SkyWay? Потому что SkyWay это та система, которая будет всех выдавливать. Сейчас формируется еще одна система, она более перевозительная, вы понимаете, под перевозку наших контейнеров, юбоксов. Кстати, хорошо звучит, Валерий Николаевич, приживется слово не юб, а юбокс. Кстати, перевозки юбоксов, вот мы сегодня уже с инженеринговым центром Андрея Лобова создаем роботов, которые мы назвали суслики, то есть гофер, который будет перевозить, это маленький робот, который будет возить один юбокс. Соответственно, дальше он есть small, средний, большой, big, гофер, то есть это робот, который будет перевозить два, четыре, шесть, восемь юбоксов. Соответственно, это целое новое направление. И мы вам потом покажем, как они будут работать, как они будут доставлять и состыковываться с смс, то есть как они на ходу будут вам передавать этот контейнер юбокс, чтобы он попал в вашу подлокопию. Это, друзья, формирующаяся сеть. Понятно, что на первом этапе эти юбоксы будут просто в этом самом спине в ящике носить, как у нас ходят вот эти вот переносчики пиццы. Вот они будут носить просто вот такие контейнеры и вам его вставлять или в смс-ку, или... Но это, друзья, отдельная тема. Об этом можно говорить до бесконечности. Факт то, что эти роботы уже создаются, и мы вам буквально в ближайшие месяцы их начнем уже показывать. И вот как раз бизнес на производство этих роботов, а таких сусыков, как вы понимаете, которые будут возить один бокс, их надо будет не миллионы, их надо будет миллиарды. Поэтому, соответственно, производство для них двигателей это основа. И мы сейчас заключаем соглашение с центром, инженеринговым центром Дмитрия Александровича Дуйнова, чтобы уже иметь лицензии на эти двигатели именно по Дуйновской конструкции. И еще целую линейку, которую мы сегодня и то, что добавляет нам сегодня природное углеродное волокно. Ну вот, друзья, давайте на этом заканчивать, потому что так можно никогда не остановиться, а говорить нам с вами есть о чем, и темы очень и очень интересны. Сергей Анатольевич, буквально одну минутку. Да, Валерий Николаевич. Возможно, в начале было пропущено, внимание там сконцентрировано на другом было, но то, что написано мною буквально чуть больше часа назад, я думаю, вот сейчас оно более значимо будет. Это мое поздравление. Полвека, полвека замечательная дата. И ты сегодня эту планку взял. Генерал, когда-то в 18 был солдатом, сегодня в 50 ты генерал. Ну, в этом плане генерал, я еще в 30 лет, то есть, когда указом президента мне присвоили действительно государственный налоговый советник третьего класса, это приравнивается к званию генерала-лейтенанта армейского, поэтому этот указ у меня как бы есть. Вот, но это налоговый генерал, я это не хочу как бы вспоминать, я с большой радостью сейчас хожу к тому, что есть возможность созидать, есть возможность сделать новые вещи, есть возможность со своими руками творить будущее, и в этом плане я даже не рассматриваю мысль, что я могу там уйти в чиновники или там какой-то другой бизнес. Нет, друзья, я считаю, что это очень интересно, это дело моей жизни, и ничем другим я заниматься не хочу. И в этом плане, друзья, те, кто поддерживают, смотрят, подключаются к этой работе, они относятся к этому соответственно, так что то, чем я занимаюсь, это всегда перспективный и интереснейший бизнес. Ну, друзья, на этом давайте мы заканчивать, большое спасибо всем за поздравления, большое спасибо за участие, могу сказать, что нас ждет впереди огромнейшая работа, интереснейшая работа, и мы вам, друзья, с точки зрения чудес, техники, мы будем вас удивлять в этом году уже не один, и не два, и не три раза. Мы вам будем показывать реально чудо техники, которые вы будете смотреть, то есть роботы, которые будут делать такие вещи, о которых вы даже раньше не задумывались, о том, что будет происходить в нашей жизни. Естественно, сначала это будем показывать в анимациях, потом это уже будем показывать в промышленных эскизах, а потом уже в изделиях. Эта скорость будет колоссальная. Друзья, я вас призываю приготовиться к тому, что скорость изменения будет очень большой, но относиться к этому надо спокойно и понимать, что вы участник этого процесса, это ваш бизнес, вы на этом зарабатываете. Кто-то будет потом платить, чтобы пользоваться юбоксами, а вы на этом будете зарабатывать, потому что вы входите сейчас. Но это логика венчурного бизнеса, это логика венчурных инвесторов, и вы, даже являясь инвестором, соответственно, сегодня и через три месяца это разный инвестор, потому что за три месяца венчурные проекты меняются. Так что, друзья, сами принимайте решения, сами двигайте, и в этом плане я вас всех, ну, поздравляю, здесь неправильное слово сказать, что я вас, друзья, акцентирую внимание, что вы находитесь при старте. И для многих это потом будет удивлением. О, смотрите, появились трубы, норы, по ним побежали суслики, вы можете сегодня заказать, и никуда не ходя, и никакой талит не бегает, а вам пицца за три минуты из пиццерии попала в, соответственно, подлокотник вашего кресла, или в доме будет стена, приемник, соответственно. Ну, друзья, об этом все постепенно, и это вы же понимаете, что с точки зрения логики разговора я могу говорить об этом бесконечно, хоть круглые сутки. Вот. Но все-таки логика вебинара и встречи заключается в том, что не надо злоупотреблять нашим общим временем. Полтора часа это более чем то время, которое для общения. Еще раз, друзья, всем спасибо за поздравления. Все, кто подключился к проектам и уже сегодня является партнер, особая благодарность. Вот. Я могу прям перечислять по именам, которые поддержали нас на самом старте, на самом сложном этапе проекта. А сейчас, друзья, мы с вами все участники одного процесса, мы все будем видеть, как он активно развивается и превращается просто в реальный и очень доходный бизнес. И это, слова, друзья, не какого-то будущего, которое будет определяться десятилетиями, а это, друзья, очень реальные и очень недолгие сроки. Это месяцы и там в пределах одного-двух лет это уже серьезнейшая капитализация. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Завтра у нас по плану в 13 часов партнерка оперативка будет вести юрист Мартенс. Я только включусь на небольшое время. Поэтому, друзья, это все, что уже связано с актуализацией бизнеса, партнерских программ, соответственно, перспективы, то, что уже можно зарабатывать здесь и сейчас, сегодня, и то, что в краткосрочной перспективе, и как вообще это отстраивать. Поэтому, друзья, кто работает и кто подсоединяется к этой программе, рекомендую не пропускать эти встречи, которые Юрис ведет в 13 часов по Москве. Все, друзья, спасибо за внимание. Тех, кто был с нами, до новых встреч.